Никто не ожидает, что 6 августа придет группа менее тысячи человек, 877 человек. Вы просто вдумайтесь, подумайте об этой цифре. 877 человек пришли в Грозный, в котором на тот момент расположено более 20 тысяч российских оккупантов и их коллаборантов из числа чеченцев, которые работали на России. И эти, это горстка людей по сравнению с их врагом. Возьмет под контроль Грозный. Никто не мог это себе представить. Завтра, 6 августа, день победы в Чеченской республике Ишкерия. Это очень знаменательная дата, историческая дата, и она очень важна в первую очередь для нас. Мы должны о ней помнить и должны понимать, что это вообще была за дата, почему она называется Днем Победы, и почему она является настолько важной для нашего народа. Это дата, которую всячески пытаются игнорировать российские власти. В России не любят вообще вспоминать эти события. Они пытаются сделать вид, что это вообще не их история, не является частью их истории. Что это была другая Россия, это был Ельцин, это была другая армия. Сегодня не так, армия на тот момент была не так хорошо подготовлена, она была деморализована. Ничто только не говорят, но они не хотят вот эту вот страницу своей истории, ее не то чтобы признавать, просто вообще знать о ней. Они не хотят, чтобы эта страница в их истории присутствовала. И это делает еще более важным эту дату для нас, чтобы мы напоминали о ней и в первую очередь сами понимали, что это за дата. Итак, 6 августа день победы, это на самом деле в этот день не было какой-то победы. То есть 6 августа не были подписаны Хасавюртовские соглашения, в этот день не была остановлена война, ничего подобного не было. Но в этот день началась операция, которая затем приведет к Хасавюртовским соглашениям. Почему же именно 6 августа тогда считается днем победы? Почему мы помним именно эту дату? Она почему вошла в историю? Допустим, не день подписания Хасавюртовских соглашений, не какой-то там промежуточный день, когда велись переговоры, не конкретно бой в этих событиях, а именно 6 августа. Почему? Чтобы это понимать, нужно смотреть на все это в контексте нашей новейшей истории, в контексте войны. Как вы знаете, в 1994 году, 11 декабря, началась первая российско-чеченская война. Несмотря на то, что 11 декабря считается днем начала, Россия, конечно, и до этого делала попытки, были военные операции на территории Чечни. Но на тот момент это была такая гибридная война, когда Россия не под своим именем водила войска, а делала это под именем различных своих коллаборантов, так называемой оппозиции чеченской. А 11 декабря это был непосредственный ввод российских войск под своим именем, то есть там был указ, который назывался «Наведение конституционного порядка в Чеченской республике», его писал Борис Ельцин, и это уже официальное начало российской военной операции на территории Чечни. Поэтому эта дата считается началом. Далее, декабрь, январь, февраль идут ожесточенные бои за Грозный. В конце февраля мы отдадим Грозный, мы отступим. За эти три месяца там будет очень героическая борьба с нашей стороны. Мы будем сопротивляться огромной армаде российской, их бронетехнике, их гаубицам, их авиации. С автоматами и гранатометами. Самое наше крупнокалиберное оружие, наша артиллерия, так сказать, это будет гранатомет. Но имея всего лишь это вооружение, мы нанесем колоссальный урон российской армии. 31 декабря 1994 года это будет просто позорная и, наверное, очень трагическая дата в российской истории. Потому что при попытке штурмом взять Грозный эта попытка провалится. Они понесут огромные потери и в живой силе, и в технике. Затем еще на протяжении января-февраля мы будем удерживать Грозный, но дальше удерживать его уже ни сил нет, ни смысла не было. И командование принимает решение, что мы отступаем в горы. Грозный отдают в конце февраля, начиная фронт, переносится на предгорные села Чеченской Республики. И весна и начало лета мы отступаем, мы отдаем одно село за другим. Крупные, все практически крупные села Чеченской Республики, и предгорные, и равнинные, и те, которые находятся на территории гор, они будут взяты под контроль российскими войсками. В начале июня падет Ведено, а затем и Шатой. Это наступление, атака российской армии и отступление нашей армии. Можно сказать, что в этой борьбе мы стабильно отступаем, и мы как бы проигрываем. Потому что Россия захватывает все больше и больше территорий, все больше сел берет под контроль. Мы стабильно отступаем, отступаем. И в летом 1995 года мы уже загнаны в леса Чеберлоевского, Веденского района, Шаройского, Чеберлоевского, Веденского района. Там сосредоточены все наши вооруженные силы. И вот в этот момент уже, когда кажется, что мы, в принципе, потеряли полностью все села и перешли на партизанскую войну, в этот момент происходит рейд на Буденовск. И это позволит нашей армии перегруппироваться. Начнется некий процесс, какая-то суматоха в российском командовании. Потому что Буденовск, он заставит их сесть за стол переговоров, начать какой-то процесс. Плюс к тому оттянуть какое-то свое внимание с Чечни на свою территорию. И Буденовск даст почувствовать россиянам, что война в Чечне, это не где-то там, далеко в Чечне. Это здесь. Это может прийти и в ваши города. И Буденовская операция, как бы ее сегодня не демонизировали российские пропагандисты, вообще российская сторона, они, конечно, квалифицируют это как террористический акт. Но по факту Буденовская операция была диверсионной операцией на территории врага. Буденовск вообще не был самой целью. Басаев с группой направлялся в аэропорт Минвод, чтобы затем из аэропорта Минвод выдвинуться на Москву и перенести весь театр боевых действий в сердце нашего врага в Москву. Но сам враг остановил Басаева и отвез его в Буденовск. Как вы знаете, его маршрут даже не проходил через Буденовск. То есть наша группа, которая двигалась тогда на этих автомобилях, они через Буденовск даже не проезжали. Их остановили на одном из блокпостов российская милиция, на тот момент работники ГИБДД, ГАИ. И, развернув их, отвезли в Буденовск. Ну и раз уж их привезли в Буденовск и хотели там проводить какие-то проверки, разумеется, операция была начата в Буденовске. Так вот, когда операция в Буденовске произошла, начались переговоры, разговоры Черномыртина с Басаевым и так далее, это дает нам какое-то время на то, чтобы мы перегруппировались в Чечне. И начали контрнаступление. Начиная с лета, уже где-то с, наверное, с августа 95-го года, начинается контрнаступление. Мы снова спускаемся на равнину. Начинаются бои за крупные села, предгорные и равнины на территории республики. Очень много было подобных боев и столкновений. И Самашки, и Бамут, и Янди Кутор, и Горист, и другие крупные чеченские села. Идет вот эта вот контрнаступление. Мы воюем, воюем. Это все продлится приблизительно год. Но весной 96-го года, как вы помните, убьют Джохара Дудаева. Эти села снова мы начнем отдавать. Противостоять российской армаде военной, это невозможно, когда ты располагаешь всего лишь автоматами и гранатометами. Поэтому, разумеется, снова успех перейдет на сторону России. У нас начнут снова забирать села. И нас снова загонят в эти же леса Шаройского, Чеберлоевского и Веденского, части Веденского района. И в этот момент произойдет контратака, опять произойдет контрнаступление, когда России будет казаться, что они уже все выиграли эту войну, отбили у нас все, и что у нас сейчас нет никаких сил на то, чтобы проводить какие-то контрнаступления, какие-то операции. В этот момент и произойдет поход на Грозный. Предвестником этого похода будет мартовская операция Юго-Западного фронта Чеченской республики Ичкерия, когда тоже пойдут на Грозный, проведут там успешную операцию, отступят. Это будет такой предвестник, и это то, что воодушевит послана Масхадова на то, чтобы повторить эту операцию, но сделать ее более масштабной и, как говорится, стоять до конца. Подготовка начнется весной. Масхадов будет прорабатывать все нюансы, очень четко подготавливать все вооруженные силы, которыми мы располагали на тот момент. И по подсчетам, мы знаем точное количество, которое было почитано главным нашим штабом. Это 877 человек, которые будут участвовать в операции, которая войдет в историю под названием джихад. И уже в конце июля наши войска начнут переход, то есть двигаться из Шаройского района на Грозный. Вот есть даже кадры этого перехода, как это все начиналось. Видите, 31 июля 1996 года, это съемки в Шаройском районе, то есть группа наших вооруженных сил начинает спуск на Грозный. Разумеется, все идут пешком, никакого транспорта не используют, поэтому это займет несколько дней, почти неделю. Эти наши войска соберутся, ну точнее, наше главное верховное командование нашими вооруженными силами, они соберутся в начале августа в селении Дубаюд, проведут совещание в Маджрис, в котором опять будут определены все главные нюансы, кто и с какой стороны должен входить в Грозный, какие позиции должны быть заняты, где бои должны начаться в первую очередь, какие позиции мы должны отбить у российских войск, их коллаборантов и так далее. И после этого, именно 6 августа, начнется операция джихад. Наши войска на рассвете войдут в Грозный после утренней молитвы. Поэтому вот это вот 6 августа, оно и стало той самой датой, днем победы, потому что когда чеченцы, чеченская армия вошла в Грозный 6 августа, выбитая далеко в горы, в горные леса Шаройского, Чеберлоевского района, когда все СМИ российские твердили о том, что все, война практически выиграна, все бандформирования, сепаратисты, как они нас называли, боевики уже либо уничтожены, либо бежали, либо сдались на милость России, в этот момент, 6 августа, все СМИ начинают рассказывать о том, что в Грозном идут бои. Никто этого не ожидает. Ни чеченский народ на тот момент этого не ожидает. Ни тем более российский народ, ни российская армия, ни российское командование, никто не ожидает, что 6 августа придет группа менее тысячи человек, 877 человек, вы просто вдумайтесь, подумайте об этой цифре. 877 человек пришли в Грозный, в котором на тот момент расположено более 20 тысяч российских оккупантов и их коллаборантов из числа чеченцев, которые работали на России. И эти, это горстка людей по сравнению с их врагом, возьмет под контроль Грозный. Никто не мог это себе представить. Признать это было просто позором для российской армии, поэтому никто не хотел этого признавать. Не хотели признавать не то, что мы взяли под контроль Грозный, а вообще, что мы смогли туда войти и начать крупномасштабные вооруженные боевые действия. Поэтому эта дата станет настолько важной, она станет очень исторической такой и позорной для России. И именно она уйдет в историю. Независимо от того, что мы само соглашение подпишем только лишь через несколько месяцев. Несмотря на то, что 6 августа начнутся только бои, и еще сам Грозный даже не взят под контроль полностью в этот день. Однако именно эта дата станет главной в этом историческом событии. Потому что мы сделали невозможное. Отступающая, несущая потери, проигрывающая армия вдруг наступает, делает контр-атаку, и это приносит величайший успех, который в итоге станет причиной нашей победы в этой войне. И здесь нужно отдать должное тем, кто прорабатывал эту операцию. Она все-таки проработана очень грамотно. Если бы эта группа просто пришла и устроила бы небольшую войнушку, скажем, даже пусть это будет в нескольких местах, их просто выбили бы обратно, им пришлось бы отступить снова в горы, и это ничем, кроме какими-то потерями для российской армии не обернулось. Но именно из-за того, что было грамотно проработано, какие нужно занять позиции, занять их таким образом, чтобы обезвредить, сделать нанесение авиаударов и артиллерийских ударов российской стороной невозможными, так как оппозиции были заняты слишком близко к расположению российских войск. И если бы российская сторона начала применять авиацию или артиллерию, то им пришлось бы долбить собственные вооруженные силы. Это были бы огромные потери для российской стороны. Хотя в целом я понимаю, что наши командования наверняка и на это тоже были готовы. Потому что ожидать, что там Россия как-то будет щадить своих бойцов, ну, зная Россию, не приходится. Но Россия на это не пошла. Тем не менее, они сели за стол переговоров, который в итоге привел к Завертовским соглашениям. Здесь я хочу, чтобы мы с вами все понимали, насколько это была отчаянная, отважная, героическая и в то же время грамотная операция по контрнаступлению. Это был отчаянный шаг, безусловно. Туда люди, пошедшие в Грозный, шли насмерть. Они не шли для того, чтобы отступать. Они понимали, что, возможно, эта операция не закончится успехом. Возможно, Россия не сядет за стол переговоров. И, возможно, все погибнут. Но, несмотря на это, все они пошли для того, чтобы... Как вот свеча перед тем, как погаснуть, она делает вот эту вспышку из последних сил. Вот это было нечто подобное. Когда враг не ожидает, он думает, что все, вроде как, покончено с ними. Мы их загнали в леса, теперь там их добьем артиллерией и авиацией. И в этот момент происходит контрнаступление, и враг вынужден смириться и сесть за стол переговоров. И я хочу назвать имена некоторых участников этих событий, наших героев. Это не весь список, но это часть из них. Важно отметить, что командующим этой операцией джихад был назначен Асламбек Исмаилов. И участниками этих событий являются такие наши генералы, наши командиры, как Шамиль Басаев, Ваха Арсанов, Асламбек Абдул-Хаджиев, Таус Бугараев, Абу Маусаев, Хункар Паша Исрапилов, Супьян Абдулаев, Док Каумаров, Хамзат Гилаев, Магомед Хатуев, Хамзат Лобазанов, Нурди Бажиев, Иса Астемиров, Бауди Бакуев, Муса Чараев, Руслан Хайхароев, Хамзат Батаев, Махдан Изнауров, Хизар Хачукаев, Иса Мунаев, Хусейн Исабаев, Алман Бакаев, Нуха Садулаев, Вадуд Кахиев, Абди Баталов и многие-многие другие наши герои. Большинство из тех людей, которых я сейчас перечислил, их нет в живых. Часть из них сегодня демонизированы, представлены как террористы, какие-то страшные люди. Но как бы там ни было, на тот момент это были просто вышедшие на защиту своей земли, своего народа и своей религии наши братья, наши герои. Поэтому я напоминаю вам о важности этой даты, о важности того, чтобы мы об этом помнили, рассказывали об этом нашим потомкам, напоминали об этом нашим врагам, делали из этого выводы, из этой операции. А выводы ведь однозначные. Даже не имея огромной армии, какого-то ядерного потенциала, не обладая танками, авиацией, артиллерией и суперновейшим оружием, можно заставить очень мощную армию пойти на уступки. Можно побеждать, даже не имея каких-то сверхъестественных сил. Если операция грамотно продумана, если все подготовлено, рассчитано, и если есть дух у твоих воинов, чтобы сражаться за свою идею. Да помилует Аллах всех погибших участников той операции и других погибших во время Российско-Чернской войны. И мы просим Аллаха, чтобы он даровал здоровье, терпение и укрепил тех, кто остался в живых, пережил эту операцию, является ветераном и нашим героем. И я желаю всем нам, чтобы мы были достойными потомками этих наших героев, и чтобы из таких историй, из таких военных операций успешных мы делали правильные выводы, и чтобы мы повторяли подобные подвиги и заставляли и наших врагов, и весь этот мир считаться с нами. Субтитры создавал DimaTorzok